Ой, ой, мы застряли, ой, мы застряли, пап, мы застряли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем ты патриот сюда заманил? Ну, блин, я чуть-чуть не рассчитал. Добрый день, друзья! Сегодня еду кататься на своем еже. Маршрут неизвестный, Дениса нету, джипов больше в команде нету. Кто спасать, будет непонятно, если сломаюсь. Денис перед выездом сказал, хана твоим мостам с этими колесами, полуоси не выдержат, надо усиленные. В команде у нас сегодня раз, два, три, четыре, пять машин. Ниссан Тирана на 33-й МТшке. Я на еже, у меня 34-й Джангл Симмакс. Гелик на 33-х колесах на МТшке. УАЗ на военных мостах с 421-м мотором на 32-х Сафарях. Еще Чироке приехал, по-моему, там 33-е колеса. Забыл еще сказать, с нами еще УАЗ Патриот с лебедкой, но на стандартной шоссейной резине. Боюсь, он сегодня будет страдать. В общем, приятного просмотра. Колеса стравил не сильно, где-то там 0,7-0,8, особо они не просели. Не хочу много зацепа, чтобы не порвать свои полуоси. Плюс оставить клиренса, потому что буду цепляться этими рессорами, а так хоть повыше. В надежде, что экстремальная резина все-таки будет даже нетравленная тащить. Ну, конечно, вот сейчас еду, блин, ну жестко, очень жестко. То есть 0,5 на Гудричах и 0,7 на Симаксах. Это разные вещи. Здесь едешь, прям колбасит очень сильно. Кстати, шноркеля у меня по-прежнему нет. Нету крыльев, грязь летит моментально. Я не знаю, как на что тут сейчас Патриот рассчитывает, потому что, ну вот видите, УАЗик на 33-х Симаках, на военных мостах. Ну вот бочком проходит, причем он на всех блокировках. Патриот уже испытывает серьезные сложности. И, конечно, там, где все просто едут, он уже лебедица. Посмотрим, насколько его хватит сил или его лебедки. Не отвязывайтесь, так и езжайте. Ну вот я тоже так говорю, когда лебедица, бляк. А это Динамка хоть? Нет. Нет? А что, нету Динамки? Нет. Вот этот мужчина с красной бандой, Михаил Динманин, организатор, да? Да. Зачем ты Патриот сюда заманил? Ну, блин, я чуть-чуть не рассчитал. Не рассчитал? Да. Лайт плюс для них. Не, ну я в Горбану написал, что желательно вот 303 колес. Желательно. Для больших... Надо, знаешь, как, надо... Сомнений люди мне оставляют. Не желательно, а по-любому надо писать. Кто приедет меньше, скажи, тех будет на месте расстрелян. Едут, едут. Он не хочет, его затягивает туда у вас, говорит, давай ко мне в колею. Ну что? Ощущение классное. Знаешь, что можно, цепи можно использовать. А ты будешь доминировать даже на этих колесах совсем. Надо хотя бы блокировать. Или даже блокировать. Поверь, на цепях и без блокировок будешь ехать достойно. Поговорка едет. Если колонны из одних УАЗиков, то никто никуда не едет. Бывает. Едут, едут на самом деле. Едут, но... Ну, вот стоп-удов. Каждой покатушке я не прошла, чтобы УАЗик не ломался. Смотрите, какой черок. В каркасе, сверху, снизу, сбоку каркас. Шноркель, балка, блокировки. Ух ты, даже здесь. Это все круто. И видите, правильно сделан. Каркас должен быть связан с кузовом, потому что он сгибается. В случае переворота. И чем больше таких точек крепления, тем лучше. Бампер, конечно, такой у него серьезный. Травмобезопасный. Уже идет рубилово. Надо закрыть окна. Опа. Что-то там раскорячился спереди. Гелик, черок тоже уже испытывает сложности. Начинается включение блокировок. Ну, а мы проехали без проблем. Блокировки, конечно, решают. Ну, начинается веселье. Гелик присел немного. Это какие? 33 колеса, да? Ого. Колесо ушло, да? А я краем глаза там что-то за машинами увидел, что гелик уже начинает скать покачиваться. Ну, я думал, он прошел. А гелик заряженный сверху у него. Он даже сэн-траки есть. Роскошь наше время. Я уже давно ни у кого их не видел. А что тут за мотор у гелика? Раз, два, шесть цилиндров, да? Что-то большое. Три литра, да? Воздухан такой огромный вообще непривычный. Лебедка с металлическим тросом. Нараза. Гелик будет сейчас чистить. Как же он трещит страшно. Кошмар. Кошмар, блин. Так страшно с металлическими рядом находиться, когда они трещат. Не, не, гуляй у тебя, то колесо встало раком. Только колесо вообще раком встало. Только когда это прекратится. Я боюсь. Ну, он теперь прочистил, теперь можно ехать. Так, очередь Cherokee. Тридцать третья, Сим Акцент. Отлично. Вот так. Ярко. Эффектно. Ну что, друзья, моя очередь. Cherokee прошел. Я сейчас попробую все это дело в натяг взять. Патрику, знаешь, вариант. Глаза закрыл, газ в пол и полетел. Кошмар. Кошмар. Вот это заявка, да, на победу. Вот это характер, да? Слушай, ну за настрой 5 баллов. Молодец. Я думал, в объезд. Вот смотрите, правильно подготовленный УАЗик. Экстремальная резина, ВАЯКИ, 421-й карбюраторный мотор, блокировки. Никаких огромных силовиков. Лебедочка. Все правильно, ничего лишнего. Ну что, у нас движение продолжается. Местный, который нас ведет, говорит, что не переживайте, скоро начнется маршрут. Там, где вы все испугаетесь. Стой, стой, стой. А что тут такое? Выехать хочешь скалееваете, да? Кошмар там. Ну нормально, конечно. Чуть менее такое, на чем Костя проехал, но проехал. И наше сегодня поговорить в плане подготовки. Еду я сейчас в третьем. Первый идет гелик. И какие-то у него там трудности. Опять он остановился, что-то сходу не взял. Возможно, опять засадка. Друзья, мы там пока стоим, а гелик тут вовсю рубится. Что происходит? Почему он застрял? Неслабая такая лужа. А он не травился, да? Ну ничего, сейчас выйдет, травится. Да, тяжелая машина, МТ-шка, нетравленные колеса. Это, конечно, тяжело. Движется, движется, но ничего, машина не сидит. Сейчас еще пару раскачек. Хорош, 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 давай вперед. Хорош, 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 назад чуть-чуть. Хорош, вперед давай. Молодец. Участники подсказывают. Кошмар. Идет погружение, продолжается. Но это все, теперь только лепить. Народ ругается, каждый выбирает свою тактику прохождения. У Михаила штаны подготовлены к погружениям, да? А зачем ты на лайф такие забродники взял, Мишка? Так, а куда тебя, 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 куда? Трос где-то там внутри, а вода уже холодная, да? Патриот уже оставили, да? Правильно. Тачка так целее будет. Слушай, мы с самого начала, мы просто ехали, а он уже влюбился. Ну, тайфовал, да? Он уже нарубился в душе. Да там тоже выездулька такая, такая себе. Какие такие машины не бывают? На самом деле машина хорошая, очень крепкая. Крепкая, да. Но... Но неоправданно дорогая. Гелик, в общем, собрал все ямы через все, да? Наши через дорогу. Он решил все канавы вычистить, да? Да, давайте заканчиваем эту сигню. Давайте все едем. Вот кто может ехать, все ездят, все. Давайте обидеть. Вот это покатушка. Фу, выдохнул водитель, наверное, думает. Сейчас буду травиться в ноль вообще. Я думаю, чурок должен пройти. А там мелко, да? Кошмар! Боже мой! Возик, я смотрю, прошел без проблем. Классно, машина едет. Когда машина едет, это радует. Сильно я стараюсь не газовать. Надо поймать машину, поднять ее. Но экстремальная резина по сравнению с гудричами, это, конечно, небо и земля. Гелик спустил колеса, но ему это не помогает. Стравил, наверное, слабо. Курога должна проседать под геликом моментально. Здесь УАЗик испытывает затруднения, потому что там узко и дерево было еще. Он упирался крышей. Надеюсь, мы пройдем здесь полегче. Да, вот у нас прелесть узкой машины, конечно. Колеса торчат, спокойно проезжаешь между деревьев, легко маневрируешь. Хотел посмотреть, как пройдет гелик, но гелик прошел ходом, но ценой оторванного спереди крыла. Правое переднее он зацепил. Видно сразу опытного джипера. Хорошо, когда есть такой человек. А то бы сейчас тут таскать пришлось. Лебедкой только в натяжку, работаем. Первое колесо заводим вот на этот угородчик. Вот так. Неправильно. Нельзя. Но он же травился. Он травился, но это ему не поможет. Вот так, езжай. Что? Почком, почком. Смотри. Так, кто поджигать-то будет? Здесь такой идет боковой уклон, достаточно неприятный. И, конечно, уазиком с высокими центрами тяжести там проезжать, но страшновато, скажем так. Ой, бедняга, он едет, хочет выбраться. Ему руль не надо влево поворачивать. Ну вот прелесть нелифтованной машины. Просто едешь спокойно и не боишься перевернуться. Смотря на уазик, так страшно. Кажется, что он вот-вот перевернется. Я думаю, пассажиры там вообще в шоке. Давай! Чего мне бояться? Мне так уж... Жри! Жри! А! Нам тут начали. Еж у меня выглядит уже вот так. На рессорах. Впереди на серьгах куча грязи. Да, друзья, мне, конечно, немного непривычно, когда еду я на своем еже, а он не застревает. Особенно вспоминаю свой прошлый опыт, когда машина насидела везде. А здесь ты просто едешь и едешь. А зачем они объезжают? Сейчас посмотри. Сейчас едем за Ниссаном. Он, конечно, пытается маневрировать. Ему это все нелегко дается. Смотрим. Там газовая, да. Там они. Там газовая, да. Ну, значит, ты просто разобрал. Иди сюда, стройку, да, папа? Ой. Ой, мы застряли. Ой, мы застряли. Пап, мы застряли. Как это там? Фу. Так, а здесь уже попытка выйти из колеи. Может, вперед черка пропустим? Аккуратненько, без газа. Видно, что человек не первый раз за рулем. Дерево так наклоняется, наклоняется. Красиво так переваливает туда-сюда. Машина хочет все равно в грязь. Говорит, верните меня назад. Давай, давай, давай. Только хуже, да, себе сделал? Сразу, вместо того, чтобы ехать по одной колее, едет сразу в двух. Но ничего, бывает. Теперь моя очередь. Так, следующая лужа. Боже мой. Блин, уже воды. Боже мой. Слышь, блядь, 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 блядь. Блин, я же забыл, что я без шноркеля. У меня по сухам сильно низко. Понял, что ли? Ну, она сейчас заглохла, да. Кость, как так-то? Слушай, ну чуть глубоковато оказалось. Говорил же, шноркель нет, да? Слушай, ну она как бы не сильно хватанула. Или сколько? А до шести? Четвёрка, да? Четырень. Ну что, друзья, капанул я воды, значит, машина заглохла, заводить сразу не стал. Но на этот раз вроде как всё обошлось. Просушил, выкрутили свечи. Продул, вода дальше воздушного фильтра не пошла. Сейчас вот надо выезжать отсюда. Всё-таки второй раз пронесло, третий, думаю, уже не пронесёт. Надо ставить срочно шнорки. Теперь надо выйти из колеи. Залебедица я залебедился. Стрелка, да? Все-таки. Пошёл, блядь. Пошёл, блядь. Пошёл. Пошёл, блядь. Я всё-таки не знаю. Пошёл. Я всё-таки не знаю. Мы выехали. У нас необычайно даже не остановился здесь. Так, гелик прошел. Сейчас посмотрим, как там. УАЗик, думаю, вообще без проблем. А у меня сложность. Он мощности чуть не хватает. Фильтр мокрый, короче. Получается, знаешь, нагрузка такая. УАЗик едет, даже мостами не чиркает. Вот это техника, да? УАЗик сила. Да. Друзья, сейчас проблему создал мой модный немецкий вентилятор, который я недавно поставил от Мерседеса. Вентилятор, конечно, крутой. Охлаждает моментально. Но проблема в том, что, когда Рома в сервисе увидел его, сказал, что он очень дырявый. Если в ренге там одна дырка, тут их штук 10. И вот он сейчас забился. Водой заливали, продували, ВДшкой. Потом постучали, и он запустился нормально. Наверное, все-таки надо брать хороший вентилятор, который герметичный. Вот Денис я на ежа поставил. Там стоит что-то вменяемых денег. И надо второй ставить, дублировать. Потому что я, когда этот ставил на неделю, хотел сразу второй спереди поставить. Но думаю, зачем мне этот же мощный? Куда мне еще? Ну вот, оказывается, все-таки надо. Люди до нас все придумали. В такой машине все системы должны дублироваться. Что там такое? Пилить. А, пилить? Да. Понятно. Ну и нормально. А что, главное не газовать? Где тут поглубже? У меня шноркеля нету, хочу туда. Вот туда-сюда. Как ты думаешь, здесь глубоко влак? Да. А? Нормально. Эта штука любит обычно куда-нибудь забиться подальше и что-нибудь сломать. Слушай, ну у вас на самом деле сегодня самая проходимая тачка. Поэтому вам надо впереди ехать. Не, мы уже одет как-вы, лебедились. Все лебедятся, а как это? Это нормально. Мы лобовое стекло протирали и нас... Знаешь, там не получилось выехать. Да и хрен с ним, я еду прямо дальше. Что-то мучится. А вон раз, смотри, ну раз, он прямо не поедет. Он как бы, ну объезжает, знает, предел машины. Ну, уже наездился, накатался. Ну, нам тут еще ездить и ездить. Не знаю, мы вот как собрали, вот первый раз еще выехали. И вот он сейчас топ-у-долкал. Слушай, это УАЗик. Мы сейчас приедем, завтра все мосты сливать. Она же мост на горячий, в луж заехал, он остыл. Вакуум собрался, он уже спасал. Моторы так же ложатся. Вот, ну вот человек с компрессором, который дал воздух, это как я промысл, му-у-у-у. Я не знаю, что это не стоит. В этот раз, конечно, обошлось. На следующей неделе обязательно займусь установкой шноркеля, потому что третьего раза, я думаю, не будет. Будет ядроудар. И надо обязательно запасной фильтр с собой взять. Просто получается фильтр намок. Перестал воздух пропускать, и мотор забыл. Да не за сиденье дошла вода. У меня отверстие в полу есть, а пробок нет. Гелик тут пытается выйти с колеи. Я думаю, вряд ли у него это выйдет. По прямой он не прошел, не получилось. Садится, застревает. О, отлично. Удалось, молодец. Бачком. По прямой не прошел, взял бачком. Следующий участник УАЗ. Он 32-й из Симаксы, ну или аналог там какой-то отечественный. Значит, военные мосты. Ему и того же, конечно, ни о чем будет. Сейчас проезжал препятствия. Конечно, мощности чуть не хватает. Чувствуется, что фильтр мокрый. И воздуха мотору недостаточно. Геройств на сегодня хватит. В луже больше не хочу нырять. Сейчас едем за УАЗиком. С военными мостами, 32-ми колесами. Он едет просто даже мостом не чиркает. А мы везде бьемся защитой раздатки. У меня она такая низкая. Пересекаем небольшой бродик. Он мелкий, дно каменистое. По-таким приятной ездить. Добрались до какого-то засады. Вон, чирок там присел уже. Может, можно здесь попробовать. О, классно. Я бы здесь поехал. Я от такого кайфую, когда вверх-вниз. А что, чирок не сел? Зачем? Зачем? Я не знаю зачем. Скучно, наверное. Там вон слева классная яма. Можно туда. А, чирок его загнать? Саша, может, хватит. Может, ты включишь задний привод? Впереди привод наконец-то. Включи что-нибудь и выезжай, да? Блокировку хоть одну включи, а? Странно. Все, давайте пони мне лебедой назад. Хорошо. Я потом проеду здесь чуть разгончиком. Не смог я взять. Да я сюда не смог. А задняя блокировка не работает? У меня нет. Серьезно? Они вообще в штатах у них должны не заняться. Нет, это как бы опция. Там, если есть на них, то, знаешь, там это. ЛСДшка это ни о чем. Да, да. Ну, как раз, для города даже понятно. Я редко когда застреваю, но бывает. Ну, сейчас бы жопа гребла бы, он бы выскочил. Да, я согласен. Сейчас вы все эти деревья и повыдираете. Объезд нашел, да? Это не объезд. Да тут кошмар. Слушай, ну тут какие-то котлеты рубились. Это просто жесть. Прототипы. Это точно не нам сюда. Не, давай ты сюда. Не. Давай. Не хочу. Давай. Происходит, когда машина не хочет ехать, а водитель хочет в грязь. Надо выйти из колеи, чтобы в эту засаду попасть. А она не выходит. Ну, Азик подъезжает. Возик вообще легко. Даже не напрягся, да? Так, ну что, в бой. Надо подняться. Главное, ничем не упереться. Не так страшно оказалось. Там же вообще кошмар, куда он поехал. Гелик решил взять поперек колеи. Ох ты, ех ты, мой. Кошмар. Да я предполагал, что так будет. Я не думал, что он так прям газовать будет. Он боком деревья валит, пофиг. Говорят, это, как там. Уазики ломаются, да? Ну, сегодня джипы, короче. Машина лифтованная, это плюсы. Здесь все чистенько, классно. Два вентилятора. Рога на муфте стоит. Маленький еще один. От чего такой радиатор огромный? От гранда сидушки. Такой утилитарный салон. Пока черка чинили, снимали стартер, перекусили. Вот уже продолжаем движение. Проблема в черке оказалась не в стартере. Его сняли, простучали, напрямую кинули, а он работает. Проблема оказалась в плохом питании стартера. Клема сопли вела. Поэтому все поставили, собрали, продолжаем движение. Кто-то ж ездил здесь. Ну, это точно не мы будем. Это точно не будем. Кошмар. Слушай, там они как поднимаются. Я понимаю, что лебеди, но это же кредит. Людя по всему, здесь проходили какие-то соревнования. Причем ездили тут конкретно прототипы. Ну, да, уже короче, короче. Здесь там просто нереальные колеи через речку. Знаешь, такой спуск вертикальный. И следы, главное. То есть там кто-то ехал. А мы нашли, кто-то здесь катался. Здесь проходили соревнования Мотив Гир. Опять та же самая засада, только в обратном направлении. Чуть не улетели, да? Да, мы застряли раза два. Это рекорд. Так, ну что, друзья, наша покатушка завершилась. Очень понравилось. Особенно то, что нашли трассу для Мотив Гира. Сюда можно вернуться на котлетах и их поиспытывать. В общем, всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok